Объект SCP-1000. Снежный человек. Класс объекта Кетер. Особые условия содержания. Все появляющиеся в СМИ свидетельства существования SCP-1000 следует изучать на предмет фальсификации. Обязанностью МОК-ЗТ-1000 является отслеживание физических лиц, занимающихся поиском SCP-1000, и дискредитация их, либо применение к ним амнезиаков. Материальные свидетельства существования SCP-1000 следует изымать и помещать на хранение фонда. При необходимости заменять на подделки. Также МОК-ЗТ-1000 обязана расследовать все свидетельства появления SCP-1000, невзирая на степень их правдоподобия. Контакт с особями SCP-1000, как в естественной среде обитания, так и в неволе, следует осуществлять только и исключительно с одобрения директора Джонсона. О любом взаимодействии SCP-1000 и человека, будь то сотрудник фонда или постороннее лицо, следует немедленно докладывать директору Джонсу. Описание. SCP-1000 – род всеядных приматов, ведущих ночной образ жизни. Относится к трибе хамине, к которой также относятся роды людей хомо и шимпанзе пан. Рост взрослой особи от 1,5 до 3 метров, вес от 90 до 270 килограмм. Шерстяной покров серый, бурый, черный, рыжий, иногда белый. Глаза крупные, зрение острое. Имеются ярко выгруженные надбровные дуги сагитальные гребень на лбу, похожие на таковой угорилл. В отличие от последних, гребень встречается у особей обоего пола. По степени разумности SCP-1000 находится на одном уровне с пантроглодитусом – обыкновенной шимпанзе. Эволюционное развитие SCP-1000 совпало по времени с развитием Homo sapiens. Представители этого довольно многочисленного рода существовали с архантропами и человеком разумным до того момента, как примерно 10-15 тысяч лет назад произошло событие, приведшее к вымиранию примерно 95 или 99% особей SCP-1000. Это событие было вызвано заражением SCP-1000 аномальным псевдозаболеванием, далее именуемым SCP-1000-FL. Заболевание передается на генетическом уровне. Им поражены все существующие на сегодняшний день особи SCP-1000. Большая часть SCP-1000 обладает иммунитетом к SCP-1000-FL. Дети, родившиеся без такового иммунитета, вскоре погибают. SCP-1000-FL проявляется следующим образом. Любая особь, относящаяся к подсемейству хаминая, в том числе люди-шимпанзе-банопы и не обладающие иммунитетом особи SCP-1000, прямо или косвенно наблюдающие за какой-либо особи SCP-1000 подвержены риску мгновенной смерти, вследствие аномального прекращения высшей нервной деятельности. Изначально вероятность смертельного исхода составляет 2%, но со временем накапливается. Чем дольше длится наблюдение SCP-1000, тем больше вероятность гибели. Вероятность возрастает на 1% каждые 20 минут наблюдения. В разных особей SCP-1000 этот эффект проявляется по-разному. Вероятность смерти у некоторых особей достигает 90%. Эффект проявляется также у мертвых особей SCP-1000, хотя срезанные образцы волосяного покрова таким эффектом не обладают. Известные средства борьбы с этим эффектом имеют весьма ограниченную область применения и охватывают удалено. Смотрите, приложенное руководству требуется третий уровень допуска. Поскольку SCP-1000 биологически схожа с человеком разумным, вероятность заражения людей SCP-1000-FL довольно высока. Пробравшаяся в центр крупного населенного пункта особь SCP-1000 может привести к концу света класса. При этом число человеческих жертв может достигнуть удалено. Не исключено полное вымирание человечества. К счастью, похоже, SCP-1000 инстинктивно избегает контактов с людьми. Уничтожение всей популяции SCP-1000 на данный момент считается невозможным. Более подробная информация представлена в приложении, требуется третий уровень допуска. Наиболее крупные популяции SCP-1000 находятся в северо-восточной части Северной Америки, у побережья Тихого океана и в Гималаях. По состоянию, численность этих популяций стабильна. Имеются свидетельства появления и данные удалены SCP-1000 в последние пять лет на всех континентах. Все известные популяции SCP-1000, обитавшие возле населенных пунктов, были истреблены. Фонд впервые обратил внимание на SCP-1000 после появления в 1400 году доктора Франца, работавшего над Чад Солнца. Последние называют себя изгоями из длани змея. За прошедшее время фонд полностью ликвидировал эту группу по причине отказа делиться сведениями об SCP-1000. SCP-1000, позднее получивших классификацию SCP-1000-SCP-1000 соответственно. Уцелевшие Чады Солнца либо присоединились к фонду, либо ушли в подполье, вероятно вернулись в длань змея. Оружие, инструменты и прочие псевдотехнологические артефакты, имевшиеся в распоряжении Чад Солнца, получили номера с SCP-1000-001 по SCP-1000-SCP-1000. Имеется несколько случаев применения этих инструментов сотрудниками фонда. Полный список представлен в документе 13534-Y, требует строить уровень доступа. Доступ к выжившим перебежчикам из числа Чад Солнца разрешен только сотрудникам четвертого уровня допуска по объекту 1000, либо санкцией директора Джонса лично. Более подробная информация доступна сотрудникам с третьего уровня доступа по объекту 1000 и выше. Означенным сотрудникам в обязательном порядке следует ознакомиться с документами Альфа-1596-1000. Примечание 1466-Х. Дополнение к особым условиям содержания. По состоянию надвижения, из особых условий содержания исключена процедура 516-люмиана. Данные удалены, указывают на то, что SCP-1000 приобрели сопротивляемость к звуковому компоненту данной удалены, расти не будет. Поэтому применение процедуры 516-люмиана в срезвычайных ситуациях по-прежнему допускается. Ведется разработка альтернативных способов удержания SCP-1000 вдали от населенных пунктов. Неизвестно, является ли устойчивость к процедуре 516-люмиана запланированной и как следствие свидетельством удалена со стороны SCP-1000 или случайной естественной мутации вида. Требуется третий уровень допуска. Документ Альфа-1596-1000. Послание от директора Джонса. Наверное, слухи до вас уже дошли. Каждый встречный и поперечный, которому знать ничего по уровню допуска не положено, хочет высказать свое веское мнение. А вы слышали, что Йети это SCP? Кого следующего будем ловить? Человека-паука? Именно так, Йети это SCP-1000. Понимаю, это звучит смешно, не бойтесь. Что бы там про нас не говорили, на кетеры за простые штуки мы никого не отправляем. Вам кажется, что Снежный Человек это забавно? Потому что нам так надо, чтобы вы считали его забавным. Мы финансировали комедии в Голливуде и создавали грубые подделки документов. Платили зарплату людям в костюмах гориллы. Сооружали мистификации со следами медвежьих лап и козлиной шерстью. Подкупали мультипликаторов и промывали им мозги, чтобы они рисовали нарочито дурацкие мультфильмы для детей. Даже само английское название Бигфут, то есть Большонок, придумали и пустили в оборот лично мы еще в 1958 году. Потому что такое слово сложнее воспринимать серьезно, чем Йети. Зачем? Скоро станет понятным. Информация в статье, в которой вы уже ознакомились, не совсем верна. В двух местах явная ложь и по всему тексту множество умолчаний и полуправды. Аномальная псевдоболезнь, она же SCP-1000-FL, просто не существует. Нет у SCP-1000 никакой волшебной ауры смерти. По сути, у SCP-1000 вообще нет никаких аномальных свойств. А еще мы занизили уровень разумности SCP-1000. Они не стоят наравне шимпанзе. Они стоят наравне с нами, а то и превосходят. Теперь мы дошли до умолчаний. Для этого послания и написано, ложь исходила от меня. Так что, думаю, и правду должен сказать именно я. Это нам рассказали чадо солнца, которые перешли на нашу сторону. И мы не поверили им. В первое время мы просто отказывались в такое верить. Вы уже читали, что приматы, которых мы зовем SCP-1000, стояли на соседнем пути эволюции рядом с нами. Мы шли при свете дня, а они во мраке ночи. Наши таящиеся во тьме братья. Тогда мы занимались охотой и собирательством. А они изменились. Как через несколько тысяч лет изменились мы. Инструменты, оружие, сельское хозяйство, домашний скот, оседлые поселения. Человечество сверкало на солнце плестоценно. А численность SCP-1000 росла по ночам огромными скачками. Десятки миллиардов их покрыли планету. Они создали такое, что мы до сих пор не в силах понять. Несмотря даже на то, что мы тщательно изучали все уцелевшие фрагменты. Органическая технология. Из деревьев и хищных птиц вырастали быстроходные корабли. Стада животных становились поездами, а кусты – летательными аппаратами. Из голубей и насекомых они делали вещи, подобные мобильным телефонам, телевизорам и компьютерам. Атомные бомбы. Чадо рассказывали об огромных сияющих городах, покрывавших целые ледники и уходивших глубокие пещеры. О выращенных небесных кораблях из слоновой кости и тонкой паутинам. О тысячеглазых существах, которые ухаживали и следили за ними. Мы тогда были редким видом, как сейчас горилла. В лучшем случае нас было несколько сотен тысяч. И как это сейчас делают дикие звери, мы обходили их поселение стороной. SCP-1000 понимали, что мы такие же разумные, как и они, но избегали нас, как и мы их. Видели в нас малый народец, приписывали нам сверхъестественные способности и пугали непослушных детей, что мы придем при свете дня и съедим их во сне. Наши постепенно вымирающие стаи они загнали в заповедники и объявили браконьерство вне закона. Но это не мешало им продавать на черном рынке порошок для повышения потенции, сделанный из наших костей. Потом их цивилизация рухнула. И разрушили ее мы. Мы не в смысле фонд, а в смысле человечества. Мутная история. Якобы появился коварный бог леса и оказал человечеству услугу. Показал нам инструменты наших хозяев и как их применять. Неизвестно, почему мы так поступили. Может быть, потому что они на нас охотились. А нам было просто страшно. Может, из-за того, что нас загнали за забор, пусть даже без злого умысла. Правда, мы просто не знаем. Каким-то образом мы добрались до технологии самих SCP-1000. И с ее помощью организовали события класса СК. Смену господствующего вида, в ходе которого господствовать на земле стал человек. 70% всех SCP-1000 мы стерли с лица земли в один день. День цветов, как называют его чадо. Говорят, что в этот день расцвели все цветы, а наши враги погибли во сне. Потом мы начали охоту на остальных. И мы не ограничились простым убийством. Мы добрались до самых жутких устройств SCP-1000. И свели всех выживших с ума. Даже тех, кого мы были не в силах достать. Мы заточили их в ловушке их же разум. Перекрыли высшие функции. А их тела оставили на попечении самих себя, словно обычных обезьян. Мы перебили их живые машины, а громадные сверкающие города сожгли их же биологическим оружием. Оно превращало все в прах и мутную воду. А весенний ветер и дождь рассеяли останки. Следов не осталось даже в нашей памяти. Одно такое оружие мы обратили против самих себя. Стерев свою память об SCP-1000 и величайшей цивилизации, которую когда-либо видела планета. Лишь несколько людей защитили себя от его воздействия, сохранив запретные знания на черный день. Остальные ничему не научились и вернулись к охоте и собирательству. И вот мы здесь и сейчас. В документации третьего уровня секретности все расписано подробно. Но здесь я в двух словах поясню ситуацию. SCP-1000 каким-то образом возвращаются к прежнему уровню разума и восстанавливают знания. Может быть они не теряли их, этого мы не знаем. Именно поэтому нас так тревожат новые слухи о появлении снежных людей. И гораздо сильнее нас тревожат их попытки пойти на контакт, пусть даже безуспешные. Да, SCP-1000 именно такие, как мы. Этим они опасны. Мы стерли их из истории и из памяти. Мы растворили их цивилизацию и почти завели весь их род. Задайтесь вопросом, что бы они с нами сделали, если бы у них была такая возможность. Приложение. 1000-056-D. Со стороны некоторых SCP-1000 были предприняты попытки пойти на контакт с сотрудниками организации. Большая часть этих попыток данные удалены без перевода. Хотя, согласно последним данным, некоторые особи SCP-1000 в некоторой степени владеют английским. Протокол 1000-AD-065-X1. Ниже дан примерный перевод одной из недавних попыток особей SCP-1000 установить контакт с сотрудниками организации. Произошедшее. Смотрите соответствующий отчет. Мы вас прощаем. Выбор есть на время. Не навсегда. Пустите нас обратно.